книга открытым оком том 8 вопрос 2134 тема царь сегодня в борьбе с еретиками православные ищут помощи у мирских властей потому что нет духовной работы с сектантами а как это было в древности отвечает игнати хранч лампки у православных так всегда было без помощи от мирских властей полная немощь второе послание коринфянам 615 какое согласие между христом и велиаром или какое соучастие верного с неверным жития она златоуста память 13 ноября во время патриаршества святого иоанна златоустого в константинополе оставалось еще много последователей арианской ересь которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения блаженный помышлял о том каким способом очистить город от всей ереси и улучивший удобные случаи сказал царю царь благочестивый если бы кто вложил в твою корону на виду с находящимися в ней драгоценными камнями простой камень темные нечистый то не обесчислил ли бы он всей короны царь ответил да так иоанн продолжал так обесчищен и сей город который будучи православным имеет еще в числе своих жителей неверных ариан и подобно тому как прогневался бы ты царь за бесчестие твоей короны как всемогущий бог гневается на сей город оскверненный так всемогущий бог гневается на сей город оскверненный арианской ереси и так тебе следует или привести ритиков к единству веры или же изгнать их из города выслушав слова иоанна царь приказал немедленно привести к себе всех вождей орианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание веры они же стали говорить слова исполненные нечестия и хулы на господа нашего иисуса христа тогда царь приказал изгнать их из города по прошествии некоторого времени ориане имея помощников и ходататаев из числа служащих в царском дворце людей сановитых снова стали в воскресные дни входить в город подходя к своему соборному дому с еретическими песнопениями которыми они хулили пресвятую троицу узнав о сем святейший патриарх иоанн боясь чтобы кто-нибудь из простого народа не стал участвовать в тех общественных орианских молениях повелел своему клиру ходить по городу в священных облачениях с песнопениями во славу пресвятой троицы составленными против орианских хульных пись песни для этих ходов были устроены и серебряные кресты на древках которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами в преднесении зажженных свечей так возникли первые крестные ходы торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от орианских общественных молений устраиваемых именно площадях разгневанные эти мариане во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище в этом побоище несколько человек стоит другой стороны пола мертвыми а царскому евноху в рисону находящемуся среди православных пробили камнем голову узнав об этом царь весьма разгневался нариан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город таким образом еретическое злохуление окончательно было изгнано из царствующего города житие святого феропонта память 27 мая услышав о святых подвижниках князь пришел великую радость от того что в его владениях явились такие преподобные прославил бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей князь весьма чтил тот монастырь более чем другие находившиеся вблизи монастыри настоятелю его он выхлопотал сам архимандрита преподобного феропонта поставил первым настоятелем и заботливо покоил его старость житие святого никифора память 2 июня собрав к себе в царьград всех епископов и присвятеров за разные вины по правилам отлученных от служения у божественного алтаря он дал им места в царских палатах и питал их как откармливаемых зверей он снизкивал через это расположение тех имя которых чрево черным цветом небо затянуло смертельно почерневшая земля от взоров сотрясается согнулась от горести правители скулят монашество как мнится в послушании скорбит под чернотой своей хламиды в епископы успеть не оплошать бы вне избранных на сотни лет обида чернее тьмы печаль одежду носит тьмы мусульманский вдов надевших пояс взрывчатой кайночиненный провод в косы не слабый пол захватчик в землю скройся нас убеждают черный цвет тревоги расстегивает расстраивает психику и нервы кто с черным языком опасно трогать гиен чернильных журналистов перья нас судит почернелая трава готова вспыхнуть нефть во всех резервуарах речь осуждения облыжная молва из запасников обид обидно старых переменить на белое сияние помыслить невозможно о таком дух воскресения имеет ли влияние на пятницу на мусульманский дом в неведомой горе преображения христос ведет своих учеников вкусивших свет на новое служение без взрывов гнева без обидных слов хам охамелый черный континент блуждание африканское без бога уверовав в крещение обличешься в свет в готовность благовествовать обувшись обувши ноги все сотни черных сотен мусульманских вдов в невест христовых смогут превратиться кораном коронованных осветит свет христов и черный ворон станет светлее голубицы 6 июня 2003 год Игнатий Лапкин 4 июня 4 июня